Начнем давайте вот с какого вопроса. Не знаю, правда это или нет, может скажете вы нам. Пишет журналист, который поддерживает Трампа, Такер Карлсон, что на закрытом брифинге в Конгрессе, где обсуждался вопрос помощи Украине, глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил конгрессменам отправить их родственников на войну. Мол сообщил, что если они не выделят больше денег, направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией. Другие американские СМИ о таком диалоге не сообщали, тем временем пишет Ройтер, что Байден, например, готов идти на компромиссы, чтобы обеспечить оказание помощи Украине. Что правда, что нет. Неужели Ллойд Остин мог такое заявить? Нет, конечно, никогда он этого не скажет. Это выдумки Такерла Карлсона, он в Апали, его рейтинг не так уж высок, как было в начале, когда он отделился, когда его уволили с Факс Ньюс. И он под колоссальным огнем критики республиканцев, вот это очень важно, там ему наплевать на демократов. Вот это вранье, конечно, он хочет привлечь к себе внимание. Остин на редкость скромный, очень порядочный человек, он даже в шутку не мог это сказать. У нас нельзя это говорить, такие вещи, это, во-первых, угроза. Это уже не принято в Америке. Вот эти угрозы, они, тем более, конгрессменам говорить об этом, того, что они его вообще запросто сожрут. Никогда он этого не скажет, даже в шутку он не может так сказать. Теперь перейдем к главному, более важному. Самое интересное, что... Начну с самого главного, ребята. Я не сомневаюсь, что к 15 декабря договор будет иметь место между демократами и республиканцами. И вот эти 106 миллиардов из них, 61 миллиард для Украины, 14 для Израиля. Остальные там, мы сейчас отдельно скажем, будут подписаны. Я в этом не сомневаюсь. Это раз. Во-вторых, если даже теоретически, вдруг, по каким-то причинам, до ухода наших сенаторов, конгрессменов на рождественские праздники, не будет договора, так? Но уже есть, знаете, подушка такая, мягкая. Уже внесено... Есть предложение самого спикера. Это не для печати было, а он сказал там одним из близких, которые вот так вот уже несколько людей уже об этом знают, что если вдруг по каким-то причинам демократы продолжат игнорировать требования республиканцев о включении в этот пакет денег для безопасности Южных границ с Мексикой, то есть запасной вариант. Это продолжать оказание помощи Украине. И, во-первых, из запасов тех вооружений, которые у нас имеются, во-первых, то есть с НЗ, и а деньги потом вычесть из тех денег, которые будут выделены Украине. То есть отдать в залог, а потом деньги удержать ровно столько, сколько будет стоить. Тем более, что, честно говоря, эти же деньги остаются в Америке. Они направлены на оборонную промышленность Америки, которая занимается производством этих видов вооружений. Поэтому тут много плюсов и в адрес экономики американской. ВВВК продолжает работать, наращивать. Очень сравнительно низкий уровень безработицы. Там сегодня утром было сообщение 3,8. Это довольно низкий уровень безработицы. И, признаться, нет худа без добра. С момента начала войны в Украине демонстрации американских видов вооружений, таких как Патриот, например, Атакамса, в примеру, Ф-16, в примеру, которые сегодня востребованы, как никогда, в Украине. И есть случаи, что они уже в Украине, только Украина ждет зеленого сигнала из Вашингтона. Все это вызвало огромный интерес у остального мира. Например, у арабских стран, европейские страны тоже стали те, которые еще воздерживались от гонки вооружений, которая охватила сегодня весь мир. Сегодня уже требуют у Америки вот это, готовы платить. Я не говорю уже о израильских видах вооружений. Израиль вообще занимал одно из ведущих мест в мире по продаже вооружений на международном рынке. К Израилю очень тоже стали присматриваться и просить заявки и так далее. Короче, бум этот имеет место. И я возвращаюсь к нашему разговору. Значит, нет ни малейших оснований беспокоиться по поводу того, что Украина останется без денег. Дело в том, что этот весь вопрос еще муссируется путинской гибелевской пропагандой, которая раздувает это все, вводит ажиотаж. Главная цель – бить на украинский народ, внушить украинскому народу, что они обречены, что все равно Россия там, Россия закабалит, захватит, оккупирует все, что хотите. То есть вернет свое лоно Украину. Вот так стоит разговор. Конечно, это чушь собачьей, этого никогда не будет. Вот и я, к сожалению, вот многие наши эксперты, которые бывают в эфирах, на Украинских каналах, они демонизируют республиканцев. Это неправда. Республиканцы более агрессивны в оказании помощи Украине, чем демократы. Я вам приведу пример. Например, среди конгрессменов и сенаторов сегодня есть люди, которые говорят, даже если деньги будут выделены, и перед подписанием мы будем ставить дополнительные условия, о которых они ранее говорили, что до тех пор, пока в списке поставок оборудования Украины не будет наступательных видов вооружений, таких как атакамусов, разница в 10-300 и более километров, самолетов F-16 и большее число Абрамсов, к примеру, кстати, Абрамсы сейчас продолжают поступать. Вот буквально недавно было сообщение, что еще огромная партия Абрамсов, там несколько десятков идет в дороге, или уже, наверное, поступило. Я просто хочу сказать, что республиканцы продолжают ставить условия в пользу Украине. Они говорят, что пора давно давать наступательные виды вооружений. Это плюс. Поэтому, дай Бог, я буду один из... Ну, будем следить. Я буду рад вас всех порадовать первым сообщением, что договор уже есть, подписано все. И тем более Байден сам буквально позавчера сказал, что он согласен рассмотреть вопрос большего уделения внимания безопасности южных границ. Это уже движение вперед, навстречу республиканцам. И вот я буквально до вас, за час до вас, я говорил с одним из моих близких друзей, он помощник известного конгрессмена. Он мне прямо сказал, что, Борис, мы сидим сейчас. Идет бурное обсуждение с демократами. Идут переговоры, позитивные переговоры. Так что, дай Бог, к 15 числу мы будем иметь хорошие новости. Тем временем наблюдают ли в Штатах за Россией, что делает Путин, потому что видели мы выбираты поездку, Садусскую Аравию. Также президент Вирана приезжал, рассказывали, что как нужно еще много вместе сделать, в том числе обходить санкции западные. В то время также заявляет Путин, что из Китая мы не будем работать во всех направлениях. Ну и, кстати, была реакция и в Америке. Джон Кирби сказал, что вот такое усиление военного сотрудничества между Россией и Ираном, это несет действительно очень плохие новости. И что будет дальше, пока не совсем неизвестно. Что делать здесь? Да, декларацию подписывают, санкции обходят, все наблюдают, но, я так понимаю, ничего не могут сделать. Правильно. Мне стыдно, как американцу. Это еще один провал американской внешней политики. Ну, посмотрите. Мало того, Китаю удалось стать посредником между двумя крупнейшими исламскими странами, Минсоудской Аравией и Ираном, заключив с ними какой-то договор. Пусть он не такой мощный, как на что рассчитывает Иран, к примеру, и тем не менее, это был мощнейшая пощечина по физиономии Байдена. Так вот, сегодня уже никто-нибудь, а тот самый Путин, которому выйден ордер на арест с гаагским судом, приспокойненько берет и выезжает и в Эмираты, а потом в Саудовскую Аравию, да еще и давайте хлопает дверью, принимая президента Ирана, к примеру. Это все о чем говорит? О том, что у нас внешняя политика ноль. И все это отражается на многострадальной Украине. Почему? Да вы посмотрите, какая аналогия подобная в Украине, в Израиле. Израиль рвется быстрее покончить с этими негодяями, варварами, Хамасом. Более того, Израиль давно говорит, что мы не решим проблему нашу до тех пор, пока на севере у нас придворные Ирана, да и сам Иран сегодня главный спонсор терроризма во всем мире, вместе с Россией, между прочим. Их не надо сегодня отрывать. Это два сиамских близнеца, которые планировали, организовали теракт, страшнейший, один из трех терактов в истории Израиля 7 октября. Поэтому, вы посмотрите, ничего не получается у этого Бринкена, ничего, ноль. Вы посмотрите, как. Более того, я не сомневаюсь, что баллистические ракеты иранского производства уже поступили в Россию. Вот смотрите, со вчерашнего дня начались новые атаки крылатыми ракетами на Киев, на Харьков, на другие города. Вот специалисты говорят, 80 дней не было атак этими крылатыми ракетами. Это о чем говорит? Россия готовилась, она искала рынок, где что получить, где все прибыли, и ей удалось накопить, а теперь атаковать. Причем, обратите внимание, весь план Путина, который был рассчитан на то, чтобы перенести внимание общественности, мировой общественности с Украины на Ближний Восток удалась. Вы посмотрите, как сегодня почти не говорят в мировых средствах массовой информации об Украине. Вот эксперты обнаружили, что даже СНН, которая была ведущим рупором, вещающим на весь мир о том, что происходит сегодня в Украине, уже до 8% снизила время, отводимое Украине, со 100% до 8%. То есть почти не говорит ничего. Мельком где-то как-то это плохо. Это как раз таки то, на что рассчитывал Путин. И плюс к этому он начинает при двери уже зима наступает, атакует энергосистему Украины, бьет по всем на отмашь. Плюс к этому и благодаря его полезным идиотам, работающим на него и подкупленным, которые не убавилось, они есть везде, которые давят на то, чтобы вот зима приблизилась, Украина не имеет успеха в контрнаступлении, давайте заканчивать, посадим Зеленского за стол переговоров, да еще раскручивается, знаете, под микроскопом вот эти вот напряга между политическим и военным руководством в Украине, вот это сегодня очень много об этом муссируется, причем теми, кто готов посадить, заставить Зеленского за стол переговоров, представляете вы, вот это все вместе взятое сегодня работает в пользу Путина, сегодня Запад опять-таки принял позу оборонительную, никаких видов прогресса у Запада нет, к сожалению, я в этом веню моего президента, это его провалы, это его неудачи, я начал говорить об Израиле, вы понимаете, сегодня Израиль и Украина это единая линия фронта борьбы со злом, вот как Байден ведет себя по отношению к Украине, точно так же он ведет себя по отношению к Израилю, на Израиль давят, чтобы Израиль был осторожен, соблюдал в борьбе против террористов правила войны, вы посмотрите какая тупая логика, точно так же как Байден давит на Зеленского, говоря, ой, не эскалируйте, не стреляйте по тем местам, где не нужно, чтобы нас не столкнуть лбами с ядерной державой, точно так же по отношению к Израилю, запрещают Израилю стрелять далеко, даже не стрелять, не бить по этим хуситам, это придворные Ирана, которые атакуют Израиль и берут в плен грузовые суда на Красном море, а где ответная реакция, вот это бряцание мускулами, что является, например, привод военно-морских сил в Америке, в Средиземное море, например, оно не произвелось впечатления никакого, до тех пор, пока не увидишь их в действии. Казалось бы, чего тебе бояться? этот спонсор терроризма номер один Иран, который наращивает, я не просто говорю поставляет, продолжает поставлять, наращивает свои поставки дронов Камикадзе Шахиды в Россию, плюс к этому уже очевидно есть и баллистические ракеты, и никаких мер против Ирана нет, никаких, одни пустые разговоры. Так вот, если бы Израилю позволил, Израиль даже не просит Америке вмешиваться, он говорит, дай мне зеленый свет, я сам разберусь с Ираном, Израиль может уничтожить военную инфраструктуру Ирана за 24 часа, и все, все заглохнет, и тот же Путин будет сидеть, заткнув рот, он ничего не сможет сделать. А теперь посмотрите, Израиль постоянно, те ребят с севера тоже, Хезбалла, которая подталкивается Ираном постоянно. И, короче, постоянное высасывание крови из тела еврейского народа. Постоянно. И тут же Украину, бедную, издевается над Украиной. Вот посмотрите, вот это дразня, вот это дразнение, дам деньги, не дам деньги, оно, вы знаете, деньги, конечно, дадут, но вы посмотрите, в каком напряжении украинский народ сегодня. Ведь взоры обращены на Америку. Каждое слово, изрекаемое тем же Байденом или тем или иным конгрессменом, оно уничтожает украинский, ни меньше, ни хуже, чем любая пуля. Народ, не дай Бог, потеряет веру, надежду. В этом вся трагедия. Поэтому, к сожалению, к сожалению, я обязан быть объективным, у нас очень много избирателей, которые угрожают своим депутатам, конгрессменам и сенаторам, тем, что вот в эти предстоящие выборы, они за них голосовать не будут. Почему? Да потому, что вот такие штаты, как Аризона, Тексас, Флорида, Оклахома, Колорадо и другие штаты, южные, они сегодня под натиском, наплывом, я вам скажу, с момента прихода Байдена в Белый дом, такого наплыва, как цунами, 8 миллионов нелегальных иммигрантов. Причем, вы поймите, они же нас беспокоят. Это не просто же люди просто пришли мирно. Мы не знаем их совсем, кто среди них. Уже информационные, эта иммиграционная служба говорит, что среди них 20 тысяч из России. А мы прекрасно зная ненависть Путина к Америке, как он может это использовать, послать своих же КГБшников под видом страдающих россиян. И мы, и тут неизвестно, демократия, кто знает, куда он проник, куда он идет, к атомной электростанции какой-нибудь, или к химическому заводу, или начнет поезда пускать под откос с химическими агентами, там, веществами, как у нас уже было, не совсем недавно так было, к примеру. Понимаете, да? Но мы же обыватели, дорогие мои, нам же жить хочется. И поэтому очень многие, вот именно жители тех южных штатов, куда практически открыты ворота, они шумят, они говорят, мы не против Украины. Но нам решите нашего, нам надо жить сегодня. Пока вы будете решать вопрос с Украиной, мы сдохнем. У нас дети, нам надо думать, как дети пойдут в школу и вернутся обратно. Они же не просто эти эмигранты. Мало того, они из нищих стран, да еще с криминальным прошлым многие, они же везут еще и наркотики. В этом вся проблема. За один только прошлый год в нашей стране погибло 80 тысяч от искусственных наркотиков, которые проникли к нам. Китай посылает химикаты, в Мексике их в лабораториях каких-то там доделывают и картели, наркокартели посылают с этими эмигрантами. 80 тысяч. Вы можете представить? А что касается уровня эмиграции, во вторник прошедший был побит рекорд со все годы. За один день нашу границу пересекло 12 тысяч нелегальных эмигрантов. Это поток маршем идет. Вот как выстрелились по 8, по 6 человек в ряду. И вот этот ряд, колонна целый день спокойненько проходит граница. Как будто это проходной двор, можете делать что хотите. Вы представляете, все обеспокоены. Среди них много криминалов. Они проникают в дома. Есть случаи насилия женщин. Есть случаи вспышки венерических заболеваний. Представляете вы? Это в Южных Штатах туберкулез уже обнаружен, о котором уже забыли в Америке. Короче, вот в такой обстановке, как вы считаете, американцы будут говорить, ой, давай Украину, мне детей, ничего, мне наплевать, мы переживем. Это же неправда. Эти же люди живые, они же семьи, они хотят еще жить. Поэтому они говорят Байдену, нет, не подпишем до тех пор, пока не решишь пограничный вопрос. Причем они не просто требуют республиканции, они говорят, вот ты, Байден, включил в этот пакет еще миллиарды на зеленую экологию, на помощь вот этим нелегальным иммигрантам, на помощь малоимущим. Так у нас же должны быть приоритеты, сегодня у нас приоритеты это Украина и Израиль. Так давай эту экологию оставим в стороне. Мы же не умираем от нехватки кислорода, мы же живы еще, мы можем решить этот вопрос и потом. Это долгосрочные проекты, это не сиюминутные, поэтому давай эти деньги, которые ты хотел дать на экологию, дадим Украине, а потом будем решать вопрос с экологией, например. Вот так стоит разговор, то есть идут торги, вот мы сейчас с вами говорим, а в Конгрессе и в Сенате идут переговоры, борьба идет, кто кого осилит. Республиканцам выгодны эти нелегалы, это их голоса. Уже в ряде городов и штатах уже принимаются законы на местном уровне разрешать голосовать нелегалам, причем это противоречит нашей Конституции, у нас по закону голосовать имеет право только граждане Америки, только второе условие 18 лет и старше должно быть, вот эти два условия. А демократы с целью преобладания над голосами, над республиканцами готовы прямо на местном уровне принимать законы местные. Вот в Нью-Йорке уже это пробивается, между прочим, уже лежит на столе и уже есть немало сторонников из числа депутатов, которые готовы за это проголосовать. Все это, вы понимаете, дорогие мои, вы должны понимать это. Республиканцев демонизируют, говорят, вот они заблокировали в Сенате. Ой, гад, это ужас, какие негодяи эти республиканцы. Но на самом деле же это не право. Просто я рассказываю с теми проблемами, с которыми сталкивается обыватель. Поверьте, вот этот уровень поддержки Украины самый низкий был 64. Сегодня опять он поднялся 66. Он колеблется от 64 до 74. И он никогда не падал ниже. Это независимо от партийной принадлежности. Поэтому никак не может быть так, чтобы Украину оставили на произвол судьбы. Этого не будет. Никогда. Самые потрясающие слова сказал спикер, который сказал, что мы не позволим Путину маршировать по Европе. Вот это много значит. Это здорово сказано. Вот. Поэтому есть три причины, почему не нужно беспокоиться украинскому народу. Первое это вот этот уровень высокий среди американцев 66-68 процентов, которые за помощь Украине. А это никто не имеет права игнорировать, в том числе и будущий президент в 2024 году, к примеру. Вторая причина это монолит двухпартийный в Конгрессе большинство и демократов, и республиканцев за неукоснительную помощь Украине. И третья причина самая очень важная. Будущий президент, кто бы это ни был, демократ или республиканец, а скорее всего это будет республиканец, потому что у Байдена крайне низкий рейтинг, даже сами демократы просят его не баллотироваться, уйти с дороги. У него 34% сегодня популярность. Так вот, любой президент, любой, кто бы ни был в Белом Доме, он на инаугурации, кладя руку на Библию и на Конституцию, обещает, что он посвятит свою работу защите национальных интересов Америки. А кто, как не Украина и Израиль сегодня защищает национальные интересы Америки на передовой линии фронта войны с этим злом, коричневым злом, помню, скажи, именно Украина и Израиль. Поэтому народ американский это понимает, при всех нурдах своих продолжает поддерживать. Число флагов американских, украинских на улицах ничуть не убавилось, напротив прибавляется. Машины, посмотрите, иногда я чувствую себя как в Украине, везде налеплены знаки украинские. На некоторых даже, вы знаете, в Америке имеешь право табличку с номерами, наверную табличку на машине написать, как вы хотите. Так вот, уже часто я вижу слово Украина. Знаете, вот так вот отпечатано на табличке с номерными знаками. У Нью-Йорка их немало, к примеру. Может, я хочу сказать, что это очень важно, когда народ неодержим хочет поддержать Украину. И это не снижается. Это не может не сказаться на помощи Украине. Она была, есть и будет. Другая хорошая новость. Сегодня уже, ну, это было более месяца назад, когда 30 министров иностранных дел собирались в Киеве во главе с президентом Зеленским, когда обсуждали начало проекта создания международной оборонной инфраструктуры на территории Украины. Это не случайно. Это сегодня вот приезд делегации украинской, он тоже является вкладом вот в этом направлении, конечно, в этом нет никакого сомнения. И более того, сегодня много говорят о том, что у Украины есть все предпосылки для того, чтобы создать самую мощную оборонную инфраструктуру в Европе. Мощнее, чем и в Германии, в самой Германии или во Франции Великобритании. Почему? Известными ископаемыми. Второе, это в Украине еще остались из советских времен вот эти базовые технические условия для того, чтобы на их базе развивать современную инфраструктуру, нацелившись на европейские стандарты. под стандарты НАТО. Вот это два. И третье, самое важное, важнее, чем первое. Второе, это интеллектуальный потенциал. Украинцы умный народ, образованный народ и очень легко осваивает новые технологии. В этом многие уже убедились в Америке, когда были тренировки украинских летчиков, когда были тренировки украинских инженеров и солдат по освоению систем ПВО Патриот. Очень хорошие отзывы были. Освоение танков Абрамс, к примеру. Многие другие факторы привели к выводу, что Украина давно готова к тому, чтобы на ее земле создавать подобную инфраструктуру. Но, опять-таки, любые начинания оказания помощи Украине сводятся к главному. Мы не можем по-настоящему помочь Украине до тех пор, пока не обеспечена безопасность воздуха в Украине. Пока не будут в достаточном количестве систем патриот, которые могут быть. Вот, пожалуйста, несколько десятков было пущено на Киев. Большинство были, конечно, сбиты систем природного но несколько все-таки падают. люди умирают, осколки падают. Короче, это все может прожраться до тех пор, пока не будет системы патриот. Плюс должны быть самолеты F-16 многофункционального значения. Очень важно. Тем более летчики давно готовы. Давно готовы. Байк придумывал миллион уловок. То он говорил, что нужно от шести месяцев до года и до двух, пока они это освоят сложные системы. Потом он придумал, что нужна база техническая по ремонту этих самолетов. Потом он придумал, что у летчиков нет английского языка. Ну, просто тошно было слышать. Но слава Богу, вы понимаете, лучше поздно, чем никогда. Летчики готовы. Поляки молодцы. Они сказали, что поедетесь, чтобы на Украине было. Пусть наши военную базу используют. нет проблем. Поляки предложили это. Понимаете, как? Поэтому все вместе взятое говорит о том, что Байден несет огромную ответственность и вина вина на нем. Что вот затянулась. Тех темпов контрнаступления, которые мы ожидали, нет. Вина только одна, только Байдена. Больше никого. Потому что то, что мы сегодня начинаем только давать и планировать, это надо было давать не вчера, не позавчера, а еще в прошлом году. И тогда война давно бы уже завершилась. Более того, окажись успешной контратаке Украины, особенно атакуя Крым, свою родную территорию, оккупированную этими бандитами, то сегодня бы мы той трагедии, которой в израильской земле бы не было. Вот одно привело к другому. Более того, если Израиль будет продолжать скручивать руки по уничтожению этого телевизорского движения Хамаса с преследованием ее лидеров, где бы они не были, то это могут быть еще дальше многие последствия. Я, например, буквально на днях имел встречу с очень важным сенатором, членом комитета по иностранным делам, я ему дал свои предложения. Я, например, считаю, что сегодня нужно создать международный трибунал, международный трибунал, по которому должны преследоваться Путин, его окружение, вся его банда, лидеры Хамаса и угрожать лидерам Катара, которые прячут лидеров Хамаса, тому же негодяю Эрдогану, который сидит на двух стульях и двух маток сосет, мерзавец, от него толку сегодня нет, он больше вредит, от него пользы уже никакой нет, и, конечно же, лидерам Саудовской Аравии, которые тоже и нашим, и вашим сидят под нашим военным патронажем, а в то же время подкармливают Путина. Вот сегодня вы что думаете, Путин оттуда с пустыми руками не уехал, они договаривались, и я не верю никаким там экспертов так называемым, что вот Путина там прижали к сенке, чушь собачья, вы посмотрите, как они его принимали, о чем вы говорите, неправда это, просто слабинка Байдена, он позволяет им вот так вот встречаться, позволяет поддерживать Путина, вот я уже не говорю про Иран, Израиль давно готов атаковать Иран, уничтожить его военную инфраструктуру, Байден не дает, не дает и все, я же вам привел пример выше, даже вот эти хуситы, которые атакуют израильские корабли на Красном море, тоже не получают должной отдачи, они должны были быть уничтожены, дай разрешение Израиля, он это сделает, и никаких проблем не нужно в этом, в этом вся проблема, вот это вот сдерживание Украины, как бы она не спровоцировала, не эскалировала, не стреляла по территории России, например, и с другой стороны Израиль, вот как бы он так уж слишком не разбежался и не уничтожал этих террористов, все вместе взятое, боком отходится и народу Израиля, и многострадальному украинскому народу, и нам, нам морально несем ущерб, нам стыдно за нашего президента и его окружения, так еще же любое продолжение войны, это удар по экономике американской, тоже по нашим кошелькам, нам хочется, чтобы наши налоги были направлены на восстановление Украины, а не на то, чтобы поддерживать ее в наступательном характере помогать и быстрее выдворить, но быстроты-то нет, в этом вся проблема, вот с такими трудностями мы сталкиваемся, и я все же перехожу к главному, который сегодня беспокоит всех, будет или не будет подписан тот пакет, который предназначен для Украины, будет, и мы с вами будем свидетелями, еще раз говорю, даже если это теоретически к пятнадцатому числу, почему к пятнадцатому, потому что Конгресс выходит на рождественские каникулы, если к этому времени не будет подписано, то уже есть второй вариант, план Б, Украина будет получать все, что ей нужно из запасников американских, все, вопрос решен, я не говорю о деньги на содержание госаппарата Украины, а там 6 миллиардов каждый месяц, из них 4 миллиарда дает Америка 2 миллиарда Европа, для них Конгресс не нужен, они есть эти деньги, есть другие источники, которые не подлежат даже обсуждению, так что все в норме, единственное, что вот когда у нас вот эта турбулентность имеет место, она типична для нашего демократического общества, она не должна беспокоить, ну, украинцам это болезненно, они очень чувствительны, взоры обращены на Америку, поэтому я хочу просто быть объективным и успокоить, сказать, пожалуйста, не беспокойтесь, все будет нормально, наша задача сегодня заставить Байдена дать именно то, в чем Украина нуждается, я вот говорил и повторю еще раз, многие республиканцы настаивают, чтобы помощь, когда будет выделена денежная, чтобы в список военного оборудования были обязательно включены и самолет Лев-16 и ракеты дальнего радиуса действия 300 и более километров, наконец-то, я думаю, наконец-то, может быть, это все уже будет в действии и мы будем свидетелями успехов ВСУ на фронтах и я уверен до ноября будущего года, до выборов в Америке мы будем с вами торжествовать победу Украины. Что же, друзья, и это все говорит представитель республиканской партии Борис Финкус, наш друг, спасибо, как всегда, успокоили, стерили немножко веру и надежду в лучшее, ну и, конечно же, помогаем и верим в наши вооруженные силы Украины. Благодарю вас. Слава Украине и слава великому генералу Залужному. Это очень важно.